Здравствуйте! Я Мамай Владимир Владимирович, действую на основании недоверенности. Под заблуждением, под угрозами, неважно, заключила договор, здесь дома осознала, что договор этот не нужен, но здесь начали вводить ее в заблуждение о том, что если человек откажется, то они произведут удержание из той суммы, которую она заплатила. Дело рассматривается октябрьским районным судом города Молманска в составе председательствующего судья Маслова. Я прошу, чтобы истица участвовала в судебных разбирательствах, потому что здесь есть такие противоречия, которые может разрешить только она. Я буду ходатайствовать о вызове истца в качестве свидетеля, чтобы... Истец не может быть у нас в качестве свидетеля? Ну, мне бы хотелось под уголовную ответственность, потому что у нас есть основания полагать, что лукавит. Уважаемый суд, категорически против такого ходатайства. По следующим основаниям – участвовать в судебном заседании лично, либо через своего представителя – это право истца. Все необходимые вопросы я разъясню. Более того, я в ходе разбирательства поясню, почему и как так произошло, что заключился этот договор. Мной будет подано заявление о мошенничестве. Очень много недовольных граждан, которые попали под эту контору, скажем так. Я не хочу, чтобы пользовались возрастными особенностями моего клиента и пытались обманным путем здесь, может быть, как-то поставить его неловкую ситуацию. Все подтверждается документально. Если они не могут это подтвердить, то никакие показания моего доверителя не могут устранить пробелы в их доводах. Скажите, пожалуйста, вы полностью владеете всеми обстоятельствами заключения данного договора, переговоров между истцом и стороной ответчика? Полностью владею. Более того, непосредственно участвовал в досудебном урегулировании вопроса. Суд определил данное ходатайство оставить на разрешение позднее. Истец обратилась в суд, указав, что 31 октября 2022 года между ней и ООО «Кристалл» был заключен договор на оказание платных стоматологических услуг. В этот же день по договору произведена предоплата за услуги по лечению в размере 133 510 рублей в соответствии с пунктами 4.4 и 4.5 договора. Данные денежные средства истец получила в рамках заключения кредитного договора от 31.10.2022 с ООО «Кредит энд Финансбанк». 16.01.2023 на основании пункта 3.3 договора истец уведомил ответчика об отказе от получения платных медицинских стоматологических услуг, потребовала в соответствии с статьей 31 закона на защите прав потребителя в 10-дневный срок со дня предъявления требований возвратить уплаченную ею денежную сумму в размере 133 510 рублей в связи с расторжением договора. 24 января на банковский счет от ответчика произведено зачисление денежной суммы в размере 54 270 рублей, в связи с чем истец полагает, что не в полном объеме выплачены денежные средства, ссылаясь на положение гражданского кодекса закона о защите прав потребителя, просят взыскать с ответчиков, пользуясь ЦАП, предоплату по договору на оказание стоматологических услуг в размере 79 240 рублей, компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей за нарушение прав потребителя, взыскать убытки в связи с отказом возвратить предоплату по договору, размер убытков определенной сумме 24 388 рублей 20 копеек, штраф в пользу потребителя и судебные расходы, в том числе расходы по оплате услуг представителя Мамаева. А какие-то услуги-то в период с 31 октября по 16.01 оказывались? В рамках договора платных услуг никаких не оказывалось. План лечения был составлен? Нет, не было. То есть плана лечения никакого не было, истец осматривалась врачами? Приходила на бесплатную так называемую консультацию по неоднократным звонкам. Она приходила на бесплатную консультацию, дальше что? Заключила договор. Я не могу назвать это договором, это какой-то проект договора. Договор о намерениях. То есть если мы смотрим предмет этого договора, договор ни о чем. То есть о том, что обязуется оказать платные услуги. Какие услуги, в какой устром и так далее. Ничего не урегулировано. То есть это договор ни о чем. Договор просто вы приведете предоплату, а дальше мы разберемся, что вам лечить и за какие деньги, в какие сроки и за какие гарантии. То есть договор пустышка. Чисто для того, чтобы на человека оказывать психологическое давление. Ссылаться на пункты, тыкать пальцем, скажем так, пенсионерам, которые не понимают юридических вопросов. Ну а скажите, пожалуйста, вот пункт 3.1-3 раздел договора у нас. Вы считаете, не конкретизируют услуги, которые должна оказать клиника? Так, а какой пункт? Ну вот глава 3 у нас. Права и обязанности сторон. Вот у нас, начиная провести качественное обследование полости рта пациента, необходимые консультации дополнительные, если необходимость имеется, да, с целью уточнения диагноза. Далее. 3.1-4 составить и согласовать с пациентом выполняемый план лечения с указанием конкретных медицинских мероприятий, лечебных и профилактических последовательностей, сроках их исполнения. Но здесь очень плохая копия, поэтому тяжело читается. Так. Уважаемый суд, это договор о намерениях. Это, вот, если мы смотрим раздел номер один, предмет договора, мы просто почитайте, вообще предмет, о чем договор. Это договор ни о чем. В данный момент, поскольку деньги были получены на основании договора, платильщиком являлся банк, то есть основанием платежа был наличие договора. Договор как таковой имеется, так сказать, оферта. Договорные отношения есть. То есть говорить о том, что это не основательное обогащение, я не могу. После того, как договор был заключен, были переведены денежные средства, клиент отказался от этого договора и потребовал вернуть те деньги. Ну, то есть осознал, что ему не нужен этот договор, ему не нужен этот кредит, ему не нужны эти услуги. Это понятно все. Это право заказчика, право потребителя. Но у нас также еще статья 31 закона о защите прав потребителя, она говорит еще о том, что право потребителя никто не оспаривает, но подлежит возмещению денежные средства за исключением тех убытков, которые были понесены уже другой стороной, противной стороной. Вот почему суд и выясняет все-таки, какие-то услуги из СЦУ были оказаны? Вот, и на это я обращаю внимание. Более того, в моем уведомлении, в нашем уведомлении было указано о том, что никаких документальных подтверждений того, что сторона, там, вот эта клиника понесла какие-то фактические затраты, не убытки, а затраты, немножко разные вещи, то есть ничего нету, то есть никакие работы с моим доверителем не производились. Предмета договора нету вообще. О чем договор? Какие работы пропланировалось? Какие сроки? По какой цене? Тот договор, который я вам предоставил, ксерокопия, вот у меня он, оригинал, с собой есть, там даже нету подписи моего доверителя. Хотелось бы увидеть документы, те, которые у ответчика. У меня есть все основания подозревать, что могут подделывать документы, потому что, на мой взгляд, очень серьезные с их стороны идут действия, которые, на мой взгляд, подпадают под признаки мошенничества. Представитель отлечения ИСА сказал, что он полностью владеет ситуацией. А скажите, пожалуйста, вы подтверждаете, что Борисова Ивановна посещала несколько раз в клинику? То есть вот раз, два, три, четыре, пять, шесть раз она посещала? Нет, не подтверждаю. Хорошо. И план лечения она не подписывала? Нет, не подписывала. Ничего, никакие документы она не подписывала? Ну, возможно, что-то прописывала. Нет, вы бы доставьте их. Уважаемый, я могу просто перейти. Нет, пока у нас в стадии вопросов сейчас сторона отвечка. На данный момент я не владею информацией. Я все ваши вопросы отрицаю, пока не ознакомимся с вашим возражением. Я почему не настаиваю на присутствии здесь ИСА лично, потому что представитель ИСА не владеет информацией. Она совершенно владеет информацией. Так, ну хорошо. Вот вопросы еще есть? Пожалуйста, не надо спорить, либо ребли. Я не спорю, а есть такое дело. Не надо переговариваться. Дали мне слово. Да, Леха всем отвечает. Еще вопросы есть у представителя ответчика? Присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, представитель ответчика, слушаем вас. Уважаемый, мы просим приобщить к материалам дела нашего возражения с документами, подтверждающими наши доводы. Второе, мы с теми же документами вручаем представителей ВИЦА. Мы полностью возражаем против исковых требований. Да, мы подтверждаем, что на самом деле был заключен договор наказания платных медицинских услуг, в рамках которого были перечислены денежные средства на наш расчетный счет. Денежные средства поступили на расчетный счет 1 ноября. Далее в рамках договора был подписан план лечения. На основании этого плана лечения была рассчитана сумма. Соответственно, план лечения подписан ИСЦОМ. Далее в рамках договора посещение. По графику посещения, если я посещала клинику, ей были окажены медицинские манипуляции. На сумму 79,240. А какие это именно медицинские манипуляции, поясните? Это удаление двух зубов, снятие оттисков, была проведена очистка, потому что без санации мы не имеем права проводить определенные медицинские манипуляции. Было проведено эндолечение и был поставлен штифт. Вот такие вот. 1 ноября 15 декабря, по-моему, 22 ноября 1 ноября штифт поставлен и 10 декабря, ой, вернее, штифт, а эндолечение 1 ноября. Это целый пункт. Вы предоставляете план лечения? План лечения и есть план лечения. Это медицинская... Какого числа план лечения это составлено? План лечения был составлен 31 числа. А где это видно? Вот, уважаемый суд. Если вы посмотрите, это план лечения договора, а есть еще медицинская карта. Вот эта медицинская карта. Ага, медицинская карта. И в самом конце этой карты вы увидите, что здесь стоит роспись, подпись, вернее, Горицкой. Далее она подчищала клинику, мы оказываем манипуляцию и после получения уведомления о расторжении договора в законодательно установленный срок, разницу между оказыванием услугами и выплаченной суммой мы перечислили на расчетный счет указанного уведомления. Поэтому мы считаем, что мы полностью исполнили договор. Ну, наверное, не полностью, а все-таки, раз вы денежные средства выплатили, то часть углов по договору исполнили. Да, да, да. А вот это вот в плане лечения МКК, это что такое? Я уточню, я, честно говоря... МКК, лечение Гориц, понятно. Вот там, где не стоит дата, это те услуги, которые уже не были. Не оказываются, да, не оказываются. Они стоят в плане лечения, потому что они были запланированы, но поскольку юстица отказалась от дальнейшего прохождения лечения, ну, денежные средства вернулись. Кроме того, денежные средства вернулись в большем объеме. Поэтому мы считаем, что мы таким образом еще и моральный ущерб компенсировали. Все документы представлены, платежки все представлены, акты выполненных работ представлены. Один из актов подписан Горицкой. Акт выполненных работ, это консультация врача, а вот составление плана лечения первичное, да? И подпись внизу Горицкой. Но мы денежные средства нигде не включаем, эти 4500, мы не требуем их назад, и в дальнейшем не будем требовать. И мы считаем, что это как такая небольшая компенсация в связи с тем, что у нас какие-то разногласия возникли. А вот этот акт выполненных работ вы из суда направляли? Уважаемый суд, у нас нет в обязательстве вот этот акт подписывать. Мы его просто делаем для себя, скажем так, чтобы, ну, и опять же для суда, чтобы было видно стоимость работ, какие работы проведены. По правилам предоставления платных медицинских услуг, у нас нет обязательства подписывать этот акт вообще. Но, насколько я знаю, когда мы направляли возражения, все документы, которые истребованы были представителям МИСЦА, мы все направили. Возражения на уведомления. Скажите, пожалуйста, истец-то вообще с какой целью пришла в клинику? Получить консультацию все-таки первоначальную, и потом ей было предложено составить план лечения и провести лечение? Или она пришла конкретно с какой-то проблемой? Это я не могу вам пояснить, но мы можем выяснить это у лечащего врача, с какой целью пришла, то есть обеспечить явку. А лечащий врач один и тот же был, да? Да, конечно, там всегда идет один врач. Я могу пояснить. Подождите, пояснение потом, попозже. По поводу договора, да, это типовая форма договора, она отверждена Министерством здравоохранения. Данную форму договора используют все клиники платные, в том числе и бесплатные, города Мурманск. Невозможно заключить договор, потому что план лечения, опять же-таки, может корректироваться в процессе медицинской манипуляции. Поэтому, как правило, в предмете договора указано, что проводится медицинская манипуляция в соответствии с планом лечения. План лечения подписан. Хорошо, есть вопросы у вас? Представитель, ответчик. Да, ну вот от обратного. Отскажите, пожалуйста, вы говорите, какой-то типовой договор, каким государственным органом он утвержден? Уважаемые представители, даже если нет заключенного договора, в момент оплаты считается, что договор заключен. Я написала это все, но я не знаю, что я слышала. Я повторю. Вы сказали, что вы заключаете типовой договор. Типовой договор – это договор, который утвержден на государственном уровне. Скажите, пожалуйста, постановление правительства Российской Федерации, которым утвержден данная форма договора. Это типовой договор для оказания платных медицинских. Типовой договор для вас? Ну, считайте, для нас. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что это не типовой договор, это их выдумка, изобретение. Ну, форма разработанная. Да, внутренний документ. Как вы нашли данного клиента? Как он к вам пришел? Ногами. Вы проводите какую-то деятельность, связанную с привлечением клиента. Это как-то запрещено проводить рекламную деятельность? Я не спрашиваю, запрещено, говорю. Вы рекламную деятельность проводите, запрещено в социальных сетях, используя биометрические персональные данные. В чем на личности переходить? Так, уважаемый представитель ответчика, пожалуйста, ответьте на вопрос. Вот в рамках проведения рекламной кампании у вас какие-то анкеты вообще заполняются, когда приходят у вас клиенты? Насколько я знаю, есть действительно код-центр, была разработана маркетинговая политика, в соответствии с которой может быть обзывается. Но нет никаких, не используются никакие персональные данные, даже когда звонят, не называют ни имя, отчество, ни, ну, то есть никак. Просто обращают, что это такая, это рекламная кампания, да, разрешите провести рекламные действия. Этот вопрос тоже уже отработан, потому что несколько раз у нас были заявления в Роскомнадзор, и как бы уже, чтобы избежать вот этого, мы всегда просим провести рекламную кампанию, ну, чтобы дать разрешение на проведение рекламы. Соответственно, получив разрешение... Роскомнадзор? Роскомнадзор, да, ошиблась. Соответственно, после получения решения оператора приглашают в клинику на проведение бесплатного обследования. А можете представить это разрешение Роскомнадзора к следующему судебному заседанию? Разрешение на что? Ну, вы говорите, да, на проведение рекламной кампании. Вы каким образом запрашиваете разрешение? Мы не запрашиваем разрешение, уважаемый суд. У нас просто было несколько заявлений Роскомнадзор по поводу вот этих звонков, и Роскомнадзор давал нам разъяснение о том, что мы обязаны произнести такую фразу, что разрешите провести рекламные действия. Когда, как бы, получив разрешение, мы уже имеем право озвучивать дальше информацию. Конечно, у вас никакого разрешения не может. Почему? Нет, нет, нет. Просто было несколько вот штрафов по этому поводу, и дабы урегулировать этот вопрос и постоянно не платить эти штрафы, мы и взяли как бы разъяснение Роскомнадзора. То есть, я так понимаю, даже были штрафы на вашу организацию за вот эту рекламную деятельность? Были. Были, вот это очень важно. Значит, правильно я вас понял, к вам клиент пришел по звонку, по которому вы его пригласили к себе на бесплатную консультацию, да? А что плохое? Я не говорю плохое, я говорю по праву. То есть, к вам человек пришел на бесплатную консультацию? Все верно. Тогда скажите, пожалуйста, каким образом у вас бесплатная консультация стала платной? Вы заплатили за это деньги? Встречный вопрос. Нет, я сейчас задаю вопрос. Нет, вы задаете вопрос, вы заплатили за это деньги, за эту консультацию? Скажите, пожалуйста. Не знаю, естественно. Вам перевели 133 510 рублей. Скажите, пожалуйста, где там указана первичная консультация, либо снимок, где в этих 133 тысячах указаны данные услуги? То есть, вы подтверждаете, что сумма, которую вы получили, она не за конкретную услугу, а просто за какой-то объем непонятных услуг. Подождите, давайте мы начнем с того, что у нас все-таки к возражениям представлены документы, у нас есть план лечения здесь, а к выполненных работ представлены расчеты определенные. То есть, может быть, тогда есть необходимость ознакомиться, чтобы... Я ознакомился. Истинно подготовил суд, что такое я увидел, что это за документы, что за рак выполненных работ. Вот это вот это все, я называю бумажки, ни о чем. Я ничего не пишу. Вы, опять же таки, с выражениями, пожалуйста. Я указала последнее заседание суда, которое было в вашу пользу, и ваш товарищ, который оспаривал и говорил... У меня нет товарища. Я не знаю, кто там с кем вы судили. Пожалуйста, дайте мне вопрос. Будьте добры, пожалуйста, уважаемые представители, вести себя корректно в судебном заседании. Не нужно отвечать вопросами на вопрос. Соблюдайте, пожалуйста, регламент проведения судебного заседания. Прилегаться будете в поле. Суд может объявить для этого перерыв. Можно мне продолжить вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо. У вас есть некий акт выполненных работ. Правильно я вас понимаю? То есть, вы услуги работы оформляете некими документами, актами? Да. Кроме как оформление бесплатной консультации, которая стала вдруг платной, у вас есть еще какие-то акты выполненных работ, оказанных услуг и тому подобное? Не поняла вопрос. Чем вы подтверждаете факт выполнения услуг и принятия их клиентам? Подтверждаем медицинской картой, в которой указывают все в плане лечения стоят подпись пациента. То есть, она подтверждает выполнение. Если вы посмотрите правила предоставления медицинских услуг, там четко прописано, что данные действия должны быть проведены в медицинской карте больного, что было и сделано четко. Все, можно уточняю еще вопрос? Скажите, пожалуйста, вот в этом плане лечения, где сказано, что вот эти услуги платные и за какую цену? Это сказано в прескуранте цен. Правильно я вас понимаю, что в данном документе, в плане лечения, не согласовывались цены, сроки и тому подобное? Почему не согласовывались? Договор уже подписан. Я говорю про план лечения. В плане лечения не согласовываются цены. Цена договора была согласована в самом договоре. Пожалуйста, я отвечу и потом вы продолжите. Да вы не отвечаете на мой вопрос. Здесь не должно быть согласовано, это план лечения. То есть не согласовано, правильно? В плане лечения нет обязанности согласования указания расчетной цены или стоимости. Стоимость указывается в самом договоре, она составляет, если вы заметили, 164 тысячи. А выплачено было 132 тысячи. К договору мы вернемся. Вы мне скажите, вот в этом документе, уважаемый суд, план лечения, здесь сказано, какие услуги являются платными, какие являются бесплатными. Это платная медицинская клиника, она не оказывает бесплатные медицинские услуги. А проведение консультации вы сами знаете? Она не входит в план лечения, она нигде не указана, поэтому она не входит в план лечения, она нигде не стоит ни в актах, ни в договоре, нигде эта сумма не стоит. Мы не являемся государственной клиникой, поликлиникой, клиникой. Мы верно указали, что в рамках ОМС поликлиника, либо клиника государственная, она обязана показать услуги бесплатно. Мы являемся коммерческой организацией, мы не являемся ГОУ, БЗ, мы ООО, общество сограничено, целью которой, пожалуйста, я говорю, целью которой является получение коммерческой прибыли. Ну, вы же говорите об этом в этот слайд. Но я не нужна в консультации моего оппонента. Представитель ответчика поясняет суду. А, суду? Ну, тогда я не знаю. Хорошо, еще есть вопросы у предприятия? Да, у меня есть, конечно, вопросы. Но вот я на самом деле не получил ответы. Скажите, пожалуйста, какие конкретно услуги хотел получить клиент у вас? Ознакомьтесь с планом лечения. Подписано вашим клиентам. Конфеты какие? Вы можете пояснить? Могу. Давайте вот. Очень много. Конкретно услуги, который хотел получить клиент. Идаление двух зубов, эндолечение, постановка штифта, МКК, лечение кариеса, протезирование зубов. Ну, я так понимаю, что акклинка, как и все. Ну, какие зубы, в каком количестве. Да, конечно. Все указано. Это вот номера зубов, да? Это номера зубов стоят, да. В плане лечения все указано. Вот это номера зубов, пожалуйста. Которые были указаны. Вы сами у вас есть... Нет, подождите. Вот я смотрю, давайте по сравнению с протезированием зубов. Ч-С-П-П-А-К-Р-Ф-Р. Я не понимаю, что это написано, но что это? Уважаемый суд, если позволите, к следующему судебному заседанию я узнаю, что я не владею. Министерство обитировано, и мне достаточно сложно ответить. Уже, на самом деле, я хочу обратить внимание, что даже, скажем так, представитель не владеет, да? Уж поверьте мне, пациенты вас вообще не владеют, то, что здесь написано, каракулей. Я не... Так, пожалуйста, у нас стадия вопросов пока, пояснение потом. Еще вопросы имеются? Да, конечно, у меня есть вопросы. Просто, на самом деле, я сейчас не могу все вопросы задать, потому что я не знакомый с возражениями. Но все-таки... Мы предложили ознакомиться. Все-таки, у меня, допустим, вопрос по платежное поручение 12.09. Вот у вас тут написано, что сумма немножечко другая. Ну, соответственно, это в чем такое расхождение? Понятия не имею. Это, пожалуйста, к банку. Это то, что эти денежные средства перечислены на наш счетный счет. В сумме 132 722. Почему-то она как-то не бьется, потому что банк там вроде другую сумму перечисляет. Пожалуйста, вы можете сделать запрос в банке, вы можете подать этот запрос в судебном запросе в банк. Мы не можем отвечать за те денежные средства, которые нам перечислили. Суд такой запрос уже сделал. Пока ответ на запрос не поможет. Ну, вот платежное поручение, пожалуйста. Потому что по банковской справке у вас идет 133 510, которую мы заявили, которую списали. Бухгалтерская справка, бухгалтерская справка. говорится здесь либо опечатка скорее всего потому что уволен бухгалтера либо такой вопрос у вас какие-то там и печатки тут не клеится вы сказали что вроде как там и осталось больше сумму вернуть вот по платежке 54 270 вы вернули потом что-то считали считали я обычно проявлялся там считали насчитали что там не сумму вас каждый раз это у вас деньги так на вид на право налево правильно точности нет почему вы сейчас говорить о том что вы понесли затраты на большую сумму чем когда возвращали деньги что изменилось это промежуток времени я хочу обратить внимание суда на то что у вас в организации ненадлежащим образом ведется бухгалтерия заключение договоров и у вас нет доказательств фактически понесенных затратов потому что вот это вот то одна сумма то другая подтверждает что у вас каждый раз она меняется так быть не может потому что фактически затраты должны быть документально подтверждены эти фактические затраты должны быть непосредственно связаны с услугами клиенту удаление зуба как фактически подтвердить фактически подтвердить удаление зуба можно только подписью подписью клиента мы должны скажите пожалуйста следующий вопрос вот у вас есть какой-то большой а вот так на двух страницах листах он знает как это ксерокопия большой перечень но нет ни одной подписи моего доверителя это карта не я уже поясняла ранее поэтому акты подписывайте на свое усмотрение а вы с ним согласовывали вы имеете виду стоимость и стоимость и вообще что эти работы были оказаны как и так далее понимаете но так не делается более того вот тот документ на которую я сослался в договоре я потом подробно распишу после еще доводы не знаю на что будет ссылаться там четко прописано согласие на медицинское вмешательство конкретное или так вот абстрактно у нас нет обязательства подписывать этот акт у клиента я вам отвечаю выполнение условий договора медицинской карты подписью больного подождите у вас у вас у вас ведь договор заключен на определенную сумму в этом договоре стоимость услуг отдельно каждой услуги не расписано у вас составлен план лечения плане лечения не указана стоимость следовательно вы составляете акт вот только в акте вы отражаете стоимость тех услуг которые произведены при входе в клинику находится прискорился где можно ознакомиться он находится на стойке регистрации очень большой красочный с ним можно пожалуйста ознакомиться его никто никогда не скрывает соответственно вот так кроме того я поясню почему подписи нет не все пациенты подписывают эти акты потому что еще работы не выполнены но до выполнения работы на момент заключения договора невозможно подписать такое они не делаются поэтому в этом не правомерном составили когда расторгли договоры возвращали деньги конечно конечно по прескуранту по действующему прескуранту цен мы составили акт по тем выполненным работам которые уже оказаны посчитали предоставили пациенту кроме того мы неоднократно звонили чтобы она подошла нужно было заключить соглашение расторжения но она к сожалению не подошла до хочу обратить внимание как я говорю что непосредственно я находил сам лично заснята на видеозапись никаких там как вы говорите что там стенды да есть там прескурант там ресторан да ничего не видят на стенде находится все мало того что есть информационный стенд есть в виде книжки где указаны все прескуранты это в обязательном порядке находится на зоне ресепшен на зоне администрации в обязательном порядке это требование к медицинским клиникам платную уголок потребителя в том числе и уголок потребителя тоже скажите пожалуйста а вообще предполагаете что человек который зайдет в вашу клинику не обратить внимание на этот ваш уголок потребителя не прочитает и тому подобное не ознакомится он пришел на бесплатную консультацию очень такой предполагает это возможно я могу высказать только мы продолжим качестве себя со мной невозможно с вами можно посадить как вы думаете возможно не могу узнать там пенсионер который плохо видит который плохо читали отвечать на других людей уважаемые услуги я хочу обратить внимание что так договорами заключается что там где-то что-то где-то размещено тоже быть конкретно на договоре прописано конкретно должны быть оговорены сроки виды услуг и тому подобное ну и цена естественно на этом можно пока мои вопросы прекратить потому что более подробно я уже подготовлюсь после ознакомления с выражением хорошо скажите пожалуйста представитель ответчика вы присаживайтесь пожалуйста скажите пожалуйста представитель ответчика вот цена договора она из чего все-таки складывается из тех услуг которые из плана лечения которые предоставили лечащий врач после первого обследования да далее берется конкурент цен и делается расчет финансистов вот а с этим расчетом потребители ну вот в данном случае стец каким-то образом знакомиться ну столько в самом договоре только в самом договоре потому что я говорю вот наверное наша ошибка что мы делаем это актом да выполненных работы не все хотят его подписывать да ну пока форма вот наверное нужно все каждый раз этот план лечения выдается да он выдается пациент вместе с договором вместе с договором то есть у вас в договоре там написано что план лечения является неотъемлемой частью и передается вместе с договором там написано в первом пункте что оказывается медицинские услуги примете договора в соответствии с планом лечения он выдается да конечно кроме того если мы посмотрим по цене договора я наверно понимаю почему сколько денег было перечислено таких таких денежных средств постаре всего была предоставлена какая-то скидка если мы возможно это может быть естественно пенсионер поэтому клиника такие общество небольшие составляет 164 тысячи было предоставлено скидка правило пенсионерам предоставляется скидка она не обязательно естественно то есть это на усмотрение дирекции клиники но как правило пенсионеры получают скидки уведомление даже я специально обратил внимание на статью 16 закон о защите прав потребителей где условия договора ухудшающих положение потребителей по сравнению с законодательством является ничтожными это когда ограничивается право на односторонний отказ под предлогом там каких-то ограничений сейчас скажем так это у нас пункте 4.8 случае досрочного сложения договора по инициативе заказчик удерживает сумму в размере 40 процентов от стоимости лечения ребенок планов лечения как стоимость логических товаров ну опять же видите как планов лечения планов лечения ничего не определенного не стоимость ничего человек который там у них оказывается они вешают кредит на ту сумму которую в конечном итоге он готов сможет подписать понимаете вот моя доверительница рассказывала следующее ее физически не выпускали две женщины просто берут ее за плечи вот так вот садят там физически говорят нет женщина это кто это врач или кто это ну я так понимаю финансовый директор но кто умеет вот это вот оказывать давление психологическое два с половиной месяца естественно сознавала что ей эти услуги не нужны в этот период она какие-то услуги получила и потом осознала что да нет больше я лечить не хочу или что я вам расскажу как все происходит в этой клинике обойти он не надо рассказывать как происходит в этой клинике мне нужно рассказать как это происходило конкретно с ист.� можно подождите пожалуй конкретно с усом происходило так что она не однократно их просила а мы понятны неоднократно просила и хаби добрые не только г have просила их расторгнуть этот договор, говорит, не надо мне эти услуги, но может быть она выражалась не теми юридическими фразами, понимаете, человек не владеет этой информацией, люди юридически неграмотные, потому что они приходят и им тыкают, говорят, если вы откажетесь, с вас 40% удержат, понимаете, они не понимают, что вот это условие договора отничтожено, вот эта манипуляция, вот это воздействие заставляет их, вот, то есть вы хотите сказать о том, что на ИСЦА оказывалось давление, в связи с этим она подписала договор, правильно? Я не спариваю сейчас действительность и недействительность договора, потому что это более сложная, скажем так, процедура, я исхожу из того, я ей так и объясню, у вас ввели в заблуждение, там какие-то, но это не имеет значения, почему, потому что мы, вы просто, несмотря на то, что подписали такой договор, вам закон о защите прав потребителей, гражданский кодекс дает право в одностороннем порядке отказаться, и поскольку никакие работы не проводились, просто потребует возврата денег, я вообще не вижу причину не возвращать деньги, так, ну хорошо, понятно, присаживайтесь, пожалуйста. Судом на обсуждение ставится вопрос о привлечении в качестве третьего лица, все-таки, ООО Ком-кредит от Финансбанк, поскольку по запросу суда у нас до настоящего времени не представлена выписка по кредитному договору, заключенному с истцом сведения о получении денежных средств по кредиту с указанием наименования получателя, хотя такой запрос был направлен судом. Пожалуйста, мнение представителей суда. Судом на сутки я полностью поддерживаю, более того, у меня даже мысли были такие, чтобы заявить такое ходатайство, потому что просто так кредитная организация не появляется, которая выдает такие сумасшедшие кредиты людям, которые, в принципе, я не знаю, как будут их отдавать. Судом определил привлечь в качестве третьего лица ООО Ком-кредит от Финансбанка. Желательно, чтобы у нас явился истец, желательно, чтобы явился свидетель. Значит, пожалуйста, если истец не явится, то, пожалуйста, тогда суду причина, по которой истец не может явиться. У нас представлен оригинал договора на оказание платных стоматологических услуг. Ну, мы достаточно читаем. Судом обсуждается вопрос о приобщении копии данного оригинала договора. Имеется подпись Горицкая. Есть необходимость, пожалуйста, познакомиться, пожалуйста. Просто я как бы с оригиналом не ознакомился. Например, в связи с этим такой вопрос. Почему вот этот договор подписан только одной стороной? Вы видите, ничего нету. Как-то странно это все. Ну, ничего нету. Ничего нету, вы имеете в виду, что? Подписи директора? Договор должен быть подписан с обеих сторон. В принципе, это не договор. Уважаемый суд, я считаю, что это недопустимое доказательство. На данный момент, как такового договора, нету подписанного уполномоченным лицом. Это очень важно. А почему на данном договоре не стоит подпись директора? Почему отсутствует печать? Печать сейчас не обязательно использовать. А почему не стоит подпись директора? А подпись директора стоит на экземпляре договора Горицкой. Ну, поставим на подпись. Мы имеем право на это. Так, нет возражений против приобщения копии данного договора? Есть возражения. Более того, я хочу обратить внимание, как я изначально начал говорить, что договор заключался по принципу аферта-акцент. Как вы видим, ни один из договоров не подписан одновременно сторонами. Что это? Я даже не знаю, что это аферта-акцент. Ну, этот же договор был и вами тоже точно так же представлен. Идет речь о том, что у суда не имеется в материалах дела читаемой копии договора. Уважаемый суд, я считаю, что нужно приобщить именно оригинал договора, потому что это имеет юридическое значение, что стороной по договору нет подписи. Нужно вообще устанавливать, а был ли заключен договор, был ли он согласован сторонами, между кем и кем он был согласован. Потому что генеральный директор должен подписывать, когда мы приходили вручать уведомления об отказе, когда мы вручали исковое заявление, ни первый, ни второй раз мы не разговаривали с генеральным директором. Всегда выступал то финансовый директор, то директор, который своих слов действует на основании доверенности. На данный момент вообще непонятно, кто этим занимается, кто подписывает эти договора, кто оказывает эти услуги. Потому что завтра, когда будет подано заявление с проходительными органами, директор скажет генеральный «У тебя здесь вообще ни при чем». Вы не подали еще заявление, о чем речь? Да я не про это говорю, можно не переделать, я просто довожу мысль, что… Ну то есть правильно суд понимает, вы против приобщения копии договора, вы считаете, что должен быть приобщен оригинал. Да. А вы полагаете, что может быть приобщен оригинал к материалам дела, это у нас все-таки документ отчетности? После того, как решение вступит в законную силу, они могут предложить копию и забрать оригинал. Вопросов нет. Я считаю, что должен быть оригинал. Пожалуйста… Мы возражаем против приобщения к оригиналу, поясню почему. Если вы планируете писать заявление в правоохранительные органы либо органы прокуратуры, соответственно, прокуратура у нас запросит. У меня нет копии этого договора. Этот оригинал в единственном экземпляре. Так, хорошо, значит, суд определил обязать ответчика изготовить копию договора и представить ее судом к следующему судебному заседанию. Я все-таки считаю, что данный договор должен остаться здесь в деле до момента, когда предоставят копию. Пока мы не приобщили к материалам дела. С чего мы копию-то вам предоставим? Если у нас оригинал в одном из них… Хорошо, а если сейчас появится такая ситуация, что сейчас они проставят подпись и печати? Это мы как понимаем? Это право. Читаем закон об учете. Мы имеем право в осуществлении. Существует в настоящем судебном заседании вам предлагал сделать самостоятельно копию и приобщить к материалам дела. Вы же против? У меня нет ксерокса. Ксерокса нету здесь. Я могу максимум отфотографировать. У суда имеется копировальный аппарат с целью изготовления копии данного документа. Уважаемый суд, я считаю, что нужно зафиксировать в данном судебном заседании факт. Зафиксировано на аудиозаписи, что у нас договор не содержит ни подписи директора, ни печати. Сторона ответчика, представьте копию договора. Я прошу зафиксировать, что подпись и печать директора клиники находятся на экземпляре договора Горицкой. Но это у нас, естественно, не оспаривает. Сторона и страна не оспаривает. Правильно? Уважаемый суд, оспариваю. Почему? Потому что на всех страницах нету подписи и печати в клинике. Нет, я же вам показываю. Нет, свой договор мне предоставьте, пожалуйста, в суду. Ваш договор. Нужно передать председательствующему ваш оригинал договора? Я не хотел бы. Уважаемый представитель ИСЦА, передайте, пожалуйста, председательствующему ваш экземпляр договора. У нас копия имеется в материалах дела. Вы в связи с чем предполагаете, что суд должен с этой нечитаемой копией знакомиться? Подскажите, пожалуйста. Я вам объясню. Вы отказываетесь предоставить? Обязательно, я поясню. Естественно, я отказываюсь. Я вам проясню. Скажите, пожалуйста, тогда поясните суду, на вашем экземпляре договора имеется подпись директора, проставлена ли печать? Не имеется подпись и печать на первой странице, второй странице, третьей странице, четвертой странице, пятой странице, шестой странице. Седьмое есть печать и подпись. Чья? Не знаю, чем. Но написано Клепикова Фаина Михайловна. Но подписи Горицкой нет. Подписи Горицкой нет. Каким образом этот бланк попался? Это проект может быть. Понятно. Это и есть проект. То есть вы не оспариваете, что на вашем экземпляре договора нет подписи Горицкой, но имеется подпись Клепиковой и печать проставлена? На договоре нет. Есть проект договора, на котором есть подпись и печать на последней седьмой странице со стороны ООО «Кристалл». на которой нет подписи моего доверителя. На всех остальных страницах нет. На данный момент это речь идет не о договоре, а максимум о проекте договора, об оферте. Не более. Я понял вашу позицию. Я хочу тоже пояснить, почему я не даю тебе документы. Потому что сейчас выясняется, что договор не подписан. Поэтому я не обязан совершать какие-то действия процессуальные, если на мой взгляд это может повредить моему доверителю. Можно пояснить? Уважаемый, у нас договор Горицкой подписан. Вашим клиентам подписан. И договор оплачен. Я изначально обращал внимание на то, чтобы мы в рамках некого договора заплатили деньги. Потому что в противном случае ставится вопрос о неосновательном обогащении. Мы сейчас говорим о том, что были какие-то договорные отношения. Но они, как выясняется, надлежащим образом не оформлены. Более того, договор расторгнут. И просим просто вернуть деньги. Просто верните деньги человеку, пенсионеру. Дайте ему закрыть кредит. Не устраивайте его так непонятно что. Вам просто приостановят движение. Не смешите. Не смешите. Вы что-то... Вы путаете. Вы путаете какое-то другое законодательство. Я не знаю. Если вы обратили внимание, судья не обязала никого приходить. Нет. Она предложила. А, ну пытайтесь, пытайтесь. Вы просто имейте в виду, что судебные расходы с каждым днем растут для вас. Вы вообще не разговариваете. Мне глубоко неприятно. Серьезно что ли? Неуважительно, недостойно, я бы сказала. Да? Ваше место реально вот смотреть просрочку пятерочки. Это прям ваше. А вот сейчас достойно себе ведете. Я сейчас отлично сделаю. Да? Ну... Кроме не менее, я не использую чужую биометрию. В рекламе... А я использую. Я спасу вас. А я использую. Ну накажите меня за это. Накажем. Давайте, как накажете. Вот, вот, вот. Если кто-то пострадал от услуг данной клиники, обращайтесь ко мне за юридическими услугами. Постараюсь вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!